Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Водителю предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В крови у водителя содержалось 3,2 промилле алкоголя. На языке экспертов это предкомовое состояние. Дорожный убийца даже не осознал, что произошло. Севзорулен проехал всего лишь около 500 метров и совершил ДТП. Человек, который преднамеренно выпил алкогольные напитки какие-то и после этого совершил управление транспортным средством, называясь как иначе преступник за рулем, невозможно. За 2016 год на территории Гомельской области было выявлено 3857 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвыми водителями совершено 57 ДТП. Погибло 20 человек. 52 в этих происшествиях получили травмы. У человека на подпитии замедляется скорость реакции. В зависимости от степени алкогольного опьянения она может быть уменьшена от 2 до 10 раз. Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо за употребление токсических других и дурмальных веществ, либо за отказ от прохождения данного свидетельствования предусматривает административную ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года со штрафом административным от 50 до 100 базовых величин. Это парадоксально, но отстраненные от участия в дорожном движении потенциальные убийцы и все равно садятся за руль и часто делают это под шафе словно нарочно. Водитель этого Вольцвагена, уходя от преследования экипажа ГАИ на скорости в 120 км в час, проехал по кольцу, смял металлическое ограждение дороги и свалился в 15-метровый овраг. Нарушителя преследовали несколько минут. Он был пьяный, чудом никого не сбил и не столкнулся за другими авто. Случались случаи, что попадались водители, употреблявшие алкоголь и употреблявшие транспортными средствами, и после проведения медицинского свидетельства у них выявлялось более 4 промилле в крови алкогольное содержание. То есть это уже люди, которые даже не ориентировались ни на месте, ни в пространстве, просто управляли транспортными средствами на каком-то, скажем так, автопилоте. Совершать опасные маневры на дорогах все равно, что играть в русскую рулетку. Никогда не знаешь, какой выстрел окажется боевым. Обгоны имеют самое страшное последствие. За секунду может оборваться не одна человеческая жизнь. Эта авария нетипична для Гомельского региона тем, что в ней сразу погибли три человека. Такой вид ДТП называют автокатастрофой. За свой беспечный маневр выезд на полосу встречного движения нетрезвый водитель расплатился жизнью и стал виновником гибели двух человек – своего пассажира и владельца столкнувшегося с его машиной авто. Что касается города, к примеру, города Гомеля, обращаю внимание особо на то, что обгон опасен на пешеходных переходах. Потому что из-за транспортного средства, которое движется впереди, особенно если это транспортное средство тихоходное, допустим, может быть какой-нибудь грузовой автомобиль, автобус или троллейбус, водитель обгоняющий просто не видит пешехода, который выходит на пешеходный переход. Что, соответственно, приводит к ДТП и, как правило, с очень тяжелыми последствиями для пешехода. Сегодня за нарушение правил обгона поблажек не существует. Помимо штрафа до 10 базовых величин, в 100% случаев водитель на год будет вынужден стать пешеходом. Решение водительского удостоверения, по мнению ГАИ, оправданная мера. В 2016 году в Гомельской области по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. 4 человека в них погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. В относительном выражении жертв оказалось на 85% больше, чем в 2015 году. Что касается 2017, то за январь и первую половину февраля по причине нарушений правил обгона произошло 13 ДТП. 8 человек в них погибло, 25 получили травмы различной степени тяжести. По данным Всемирной организации здравоохранения, самые уязвимые участники дорожного движения – это пешеходы. С ними в группе риска также велосипедисты, скутеристы и мотоциклисты. Такая градация характерна не для всех стран, но для большинства и Беларусь в их числе. Наезды на пешеходов, связанные с гибелью людей, как для инспекторов страны, так и для сотрудников ГАИ Гомельской области – большая проблема. У нас в регионе за прошлый год произошло 188 ДТП с участием пешеходов, в которых 41 человек погиб. В этом году смертельно травмированных пеших участников дорожного движения уже три. Как ни странно, но в половине случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов они сами же и виноваты. Главная проблема тех, кто участвует в дорожном движении на своих двоих – это лень, спешка и невнимательность. Пешеходы часто ленятся пройти до перехода лишних 100-200 метров и выбегают транспорту на перерез. Так, позапрошлом году на улице Советской женщина-пешеход сиганула через металлическое ограждение и побежала по четырехполосной дороге на противоположную часть улицы. В итоге ее сбила иномарка, потерпевшая очнулась только в машине скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у нее переломы и травмы. Как потом выяснилось, женщина торопилась в баню. А вот все та же улица Советская, только теперь водитель мчится на красный и не замечает, как дорогу перебегает пешеход. От удара об автомобиль мужчина делает в воздухе сальто и падает на асфальт. Прохожие тут же поспешили на помощь. Что касается непосредственно областного центра, более половины дорожно-транспортных происшествий, это дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов. Из них, если рассматривать данную категорию происшествий, примерно половина происходит по причине непредоставления преимущества движения пешеходам, которые переходят в проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. Вторая половина – это происшествия, которые происходят ввиду нарушения правил дорожного движения непосредственно пешеходами. Огромное количество наездов на пешеходов фиксируется за городом. Вдоль трасс люди часто нарушают правила, ходят попутно, движению, не заботятся о наличии на одежде фликеров. А ведь по причине того, что водители слишком поздно замечают необозначенных пешеходов, гибнет огромное количество людей. В этой программе мы решили провести эксперимент и попытались разобраться, действительно ли у тех, кто не забывает надевать светоотражающие элементы, шансов на спасение больше. На загородной трассе в 9 часов вечера мы не нашли добровольных участников эксперимента. Поэтому подопытным буду я. Задача проста. Определить, на каком расстоянии водитель сможет заметить пешехода без фликеров, с фликерами и одетого в специальный светоотражающий жилет. Обычно вот такие фликеры на сумочке любят вешать женщины. У меня сумочки нет, поэтому я его приделал в качестве хвостика. Конечно, никакой эстетики, но, надеюсь, на качество эксперимента это не повлияет. Трасса «Ноченки». Инспектор ДПС начинает движение за километр до находящегося на обочине дороги подопытного объекта. Первые проблески отражения светофар появляются на расстоянии в 250 метров. Изредка. Как что-то проблескивается после 300 метров. Самое обидное, что пока кто-то считает метры в теплом салоне патрульного автомобиля, кто-то вынужден стоять на холодном ветру и делать вид, что он в порядке. Ну, а в таком наряде меня не заметит только слепой. Я думаю, буду очень похож на сотрудника госавтоинспекции. Не хватает только жезла, формы и фуражки. Салатовый жилет. Для пешеходов лучше нет. Оказалось, что этот вид светоотражающей одежды просто вне конкуренции. Пешеход был заметен с расстояния около 400 метров. А теперь самое страшное. Снять с себя все познавательные знаки и стать безликим. Ну, без фликеров ощущение, что воин без доспехов. Надеюсь, я не стану жертвой ДТП. Как раз на этом этапе нашего эксперимента на противоположной стороне дороги вдруг показалась пара пешеходов без фликеров. И тут я понял, что не одинок. Бесстрашные люди. Так, мы проехали уже около 500 метров. Пешехода не видно. Пешеход заметен только лишь за 50 метров. За 40 минут холодный ветер продул меня насквозь, но мы довольны результатами эксперимента. Как и предполагалось, лучше всех отражает свет автомобильных фар специальная жилетка. Водитель способен увидеть в ней пешехода не менее чем за 400 метров. Оба фликера тоже проявили себя достойно. Тот, что висел хвостиком, даже чуть лучше. А вот отсутствие светоотражающих элементов в ночное время на дороге – это путь Камикадзе. Расстояние в 50 метров до автомобиля может оказаться роковым. За 50 метров разве реально что-то уже предотвратить? Ну, если будет это движение в городе, допустим, там, где скоростной режим маленький, будем говорить так, то возможно. Если, допустим, это где-то уже начинается сельская местность, там, где скорость движения около 90 км в час, то это сделать невозможно будет. Однако люди в черном – это не единственный сюрприз водителям на дорогах. Есть еще и те, кто путают проезжую часть с местом отдыха. Были случаи, как в текущем году, так и в прошлом году, когда пешеходы попросту лежали на проезжей части, либо сидели, будучи нетрезвыми, и не оставляли шанса водителю затормозить и не совершить дорожно-транспортное происшествие. Ситуации бывают разные. Но что делать, если во время перехода дороги на вас действительно едет автомобиль? На этот счет, у инспектора в ГАИ есть свои рекомендации. И, к сожалению, водитель, пытаясь объехать пешеход в ту же сторону, значит, пытается объехать его. Здесь необходимо напомнить водителям, в первую очередь, пункт 87 правила дорожного движения, который предписывает останавливаться. Дорога ошибок не прощает. Взрослые часто говорят об этом своим детям, но сами же по сто раз в день нарушают правила. Возможно, отчасти в этом и кроется наша всеобщая беспечность, которая очень часто становится причиной больших дорожных трагедий. Дорога – это не место для игр, не футбольное поле и не полоса для бега. Благодаря родителям дети усваивают эту аксиому еще с раннего возраста. Но порой тяга к экстремальным развлечениям и излишняя самоуверенность затуманивают рассудок и ставят крест на светлом будущем. Несчастные случаи происходят на ровном месте. За примерами далеко ходить не нужно. В Гомельской области опасные забавы на дорогах уже привели к гибели людей. Суть аттракциона заключается в том, чтобы привязать к машине матрас или автомобильную камеру и кататься на них по снегу, как на таблетке по водной глади за катером. Разница лишь в том, что на воде препятствий в виде столбов, деревьев и заборов не существует. Один из последних несчастных случаев произошел в деревне Озерщина Реческого района. Там молодые люди додумались накачать камеру из-под маза, привязать ее четырехметровой веревкой к легковому автомобилю и кататься в лесу по заснеженной дороге. Водитель машины как следует разогнался, а 16- и 17-летние парни скользили в ватрушке с ветерком, пока на одном из поворотов их не выбросило и не ударило от дерева. Сотрудники госавтоинспекции постоянно напоминают гражданам о том, что небезопасны все-таки игры на дороге. Тем более, что касается зимний период, большинство детей выходят на дороги, даже на дороге катаются с горки, горки находятся вблизи автомобильных дорог. Поэтому очень часто тоже бывает, нужно быть предельно внимательным при катании с таких горок. Любители острых ощущений говорят, экстремальный отдых хорош, если он лишен риска для жизни. Дорога, место далеко не безопасное, и к этому факту нужно относиться с уважением. Подсчитано, что человек со средней продолжительностью жизни 65 лет проводит за рулем 50 тысяч часов, что практически равняется 6 годам. Как представишь, сколько времени тратится на ежедневное передвижение, становится не по себе. И согласитесь, глупо при этом еще и рисковать жизнью, превышая скорость и выполняя опасные маневры. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи.